Ты всё умничаешь, сука, ты чё, быть туповатым, это нормально. Я отдал плотку Сколопендре, когда она заползла ко мне. В лесу у меня бабки всё за... Я просто не понимаю, что снимать. Всё будет хорошо. Я не знаю. Ничего страшного. Жадность, понимаете, у меня аж слюнька залетела. Бонжорно, с вами приличный Виктор и сегодня анпакинг человека. Я в лесу, анпакинг дома, сейчас всё увидите. Это серия видосов, в которых я пытаюсь показать, что скрыто за образами людей, которых вы видите на экранах. Сегодня гость Дима Ларин. Казалось бы, я с ним знаком уже много лет, но даже я узнал о Диме много нового из этой беседы. Среди прочего, ты сегодня узнаешь, чем Дима гордится, чего стыдится и чего боится. Приятного просмотра. Спасибо, что пришёл. Спасибо, что позвали. Думаю, Дима не нуждается в представлении, но я бы попросил тебя, Дим, сказать, о чём твой канал, какой контент ты делаешь. Суперразнообразный. Мы делаем разное, мы делаем популярное, мы делаем инди, мы делаем музыку, мы делаем видео, мы делаем мысли, мы делаем вбросы, теории, интриги, расследования. Что тебе самому больше всего нравится из каких-то направлений видиков на твоём канале? Слушай, мне всё нравится. Мне нравится эта эклектика. Мне нравится, что я могу, например, форматом, который рассчитан на широкую аудиторию, типа Ларин против, ну как было раньше, или клипы. Ну хотя клипы это немножко по-другому. Захватывать большие массы, как-то собирать людей, и потом уже либо их отсеивать, либо как-то пытаться доносить более индии мысли. То есть ролики, которые заходят меньше, естественно, я знаю, что они заходят меньше. Мне кажется, в них как раз-таки вся соль. То есть, например, соль не в клипе там, а 30 лет, хотя это тоже очень круто, а именно в каких-то мыслях, хотя я там тоже пытаюсь что-то вбрасывать. Мне нравится делиться своим майндсетом, нравится делиться своим миром, передавать свой трип, потому что, ну, YouTube это и есть, broadcast yourself. Типа ты делишься собой. Вот, и таким образом я сразу пытаюсь несколько целей покрывать, ну и чувствую себя в разных образах, это всегда классно. Борщевик ван лав. Спасибо. Это мое любимое. Зачем ты пришел на YouTube? Ну, как зачем? Там было все, все, что на переднем плане развития. Зачем? Ну, ты сейчас описываешь, что там было. Но, зачем ты пришел на YouTube? На него ты можешь ответить за тем, чтобы. Ну, пожалуйста, вот такой формат. Зачем? Чтобы реализоваться в новом мире. YouTube это был абсолютно новый мир. Он как бы был такой еще, знаешь, как... Когда-то земля была огненным шаром, и все, что на ней, казалось кошмаром. Ну, то есть, он был такой несформированной каменной глыбой. Там были блогеры, которые снимали очень странные вещи. И там не было никаких телевизиончиков, там ничего не было. То есть, я такой, так, это мирок, он будет развиваться. Я такой, я здесь, я здесь как бы либо пойму, как это работает, либо уйду оттуда, буду искать дальше. Я понял, как это работает. И это не сразу, конечно, прошло через пару лет всего лишь. Но сейчас пару лет, кажется, уже как-то много сейчас. Все стреляют очень быстро. Но, опять-таки, опыт скиллов накопил. Не пропаду. Свадьбу могу снимать. Прости, ты, ну, просто, опять же, я спросил, зачем, и ты больше начал описывать интерес, но к новой площадке. Это скорее ответ на вопрос, почему ты пришел, потому что это была новая площадка. Чтобы реализоваться как режиссер. Я понимаю твой вопрос, что ты хочешь найти. Чтобы реализоваться как режиссер. Потому что ютубер, он режиссер, любой ютубер. Если вы скажете, что режиссер – это тот, кто предкометражки делает и фильмы выпускает, или клипы. Ну, клип ты здесь сделал, все, ты режиссер точно. Даже если ты снимал про Майнкрафт, ты снял клип, ты режиссер. Вопрос снимается. Но я считаю, что и блогер любой, который даже говорящая голова, короче, это тоже режиссер. Просто режиссер микрофильмов. Потому что он пишет сценарий, он ставит камеры, ставит свет. Он продумывает, как, что, где будет. Он описывает историю. Вот. История от начала до конца. Если у тебя как бы обрывки каких-то, мысли, это уже что-то такое. Чаще всего все равно блог в современном ютубе по современным правилам строится таким образом, что у тебя есть история целостная. Типа Кейси на инстант это постулировал прям вот открытым текстом, когда его спрашивали, почему ты стал популярным, снимая там ролики каждый день и так далее. Неважно, что у тебя в блоге, какое примитивное, какое событие или что-то важное, это история. У тебя начинается завязка, у тебя как бы кульминация и какие-то итоги. У тебя история. В других сферах, в других нишах это тоже так же фрактально можно объяснить. Майнкрафт, ты начал типа игру, ты объясняешь мир, потом у тебя что-то интересное происходит, у тебя заключение. Вот и все. Подписывайтесь на канал. Это микроблоги, ты режиссер. Я реализуюсь как режиссер, который создает целостные работы. Первые работы, они были как раз таки совершенно безумные. То есть это короткометражки там про демонологию, короче, какие-то истории, которые с безумным концом, то есть они не набирали ничего. Но мне было прикольно. Все я сделал произведение, но стену мне не принадлежит. Вот оно. Вот поэтому, чтобы стать контент-мейкером слэш-режиссером. Как ты думаешь, Дима, зачем ты Ютубу? То есть, ну, если перефразировать, наверное, как с тобой Ютуб становится лучше? Ну, если судить по тем людям, которые говорят спасибо, то, наверное, я всегда придерживался, получается, совершенно нитивно того образа или архетипа, типа старший брат, который вот тем, кем хотелось бы, наверное, быть, определенной аудиторией. Кому-то хочется быть, ну, я флепс, у меня бабки, все заебись классно. А кому-то хочется, типа, от брата услышать что-то про армию, там, про, не знаю, ранние роды, да, там, типа, про женитьбу, про отношение к вере, про скрепы, там, чтобы братик тебе посоветовал музла, чтобы брат тебе посоветовал книжек почитать, кинцо, там, что он думает, вот такое. Ну, наверное, для этого, я думаю, что это вполне себе объясняет, ну, то, что люди благодарны, которые сейчас подходят и говорят, ну, вот я в 16-м году смотрел, там, в 17-м смотрел твои, это, видики. Потом я ушел на полтора года, и люди перестали смотреть. Ну, потому что я ушел, и потому что они выросли, потому что я уже, как бы, скорее, их ровесник сейчас, а не столько старший брат, а им было 13, а сейчас, типа, те, кто 5 лет назад смотрели, они 18, типа. Кто смотрел, когда был в 10-м, 11-м классе, тоже период человека очень тяжелый, когда его разъебывают эмоции, ужас, экзаменов, личной жизни и так далее, работы, наверное, как бы, что-то успокоительное в тех вещах, которые я говорил, но, наверное, они были. И вот если серьезно, наверное, вот такие вещи. А фан, типа, клипы 30 лет, что вам зашел клип 30 лет, что зашел там Коля Хейтер, но это энтертейнмент, это провело сотни тысяч людей в очень короткие сроки. Версус тоже, как бы, да, пришло, но, опять-таки, говорить, если о моей стратегии, то это было частью стратегии, да, что, типа, вот у тебя есть и энтертейнмент, твой пласт, есть пласт людей, вернее, пласт форматных единиц твоих роликов, что ты вот, ты версус, а в то же время ты, как бы, про другое, про более серьезное. Как бы, вот они отсеялись, те, кому за энтертейнмент. Ну, и прекрасно, замечательно. Вот, как бы, часть моего пути, моей миссии. Кому-то помог, кому-то нет. Спасибо. А мы были с тобой знакомы, когда ты на полтора года ушел из Ютуба? Да, да, я в Мексику уехал. А, вот оно, все, у меня срослось, я просто не понимал. Помнишь, у меня еще это, насколько мне херово было, когда я, типа, год не снимал, типа, там что-то выходило крайне редко, потом то шатка, то валка, короче. Я к тебе говорил, я просто не понимаю, что снимать. Я говорю, я не знаю, я не буду снимать. Это был очень депрессивный, тяжелый период. Но это лучший период, если оценивать сейчас с точки зрения текущего положения дел. Почему? Потому что я знаю, что делать. Ага, да. В долгой сроке, значит, что делать. Да, сейчас это... Здесь могла бы быть цитата... Про шерклама. Здесь могла бы быть какая-нибудь цитатка про то, что иногда нужно достичь дна, чтобы оттолкнуться. Real Talk. Экстремумы. Продолжим, продолжим немного еще, даже не про YouTube, а около YouTube. Если бы у тебя сейчас была возможность выбрать другое название, ну, вернуться в прошлое и поменять название твоего канала, какое бы было? Спасибо, кстати, подписчикам. Мне этот вопрос подсказали на моем стриме. Захаживайте. Другое название для канала? Да. Со старта, то есть дальше хронология идет вся та же самая. Терн. Терн? Мне нравится Терн. Так называется наша линейка одежды. В описании можете увидеть ссылку на наш мерч. Жадность, понимаете? У меня аж слюнька залетела не в то горло. Такое. Сейчас я, сейчас я, сейчас я, сейчас я. Подавился рекламой. Подавился рекламой, ребята. Всех нас это ждет. Представь такую ситуацию, что нет YouTube и нет, скажем, памяти о тебе, как о блогере полностью. Так. Вот у тебя абсолютно с нуля, с чистого листа. В какое занятие именно ты бы пошел? Да я бы остался во фрилансе, все хорошо было. То есть ты бы опять вернулся в создание сайта? Нет, то есть если я прыгаю в машине времени, исчезаю. Нет, нет, вот сейчас, вот сейчас, то есть ты... Прямо вот в данный момент, 30-летний, 33-летний я, значит, стирается память обо мне, стирается мой канал, стирается все упоминание. Ну да, я в фотошопе работаю хорошо достаточно. Я верстаю, я типа зарабатывал бы деньги, откладывал бы, откладывал бы в то, что мне интересно на данный момент. Но опять-таки, если бы такое экстраординарное событие, как исчезновение меня из памяти, и исчезновение моего канала произошло, наверное, я бы такой подумал. Так, хорошо. Во фрилансе я сейчас заработаю денег, это ладно, это понятно, короче. На жраку будет. В хату, конечно, перееду поменьше. Вот. Денег буду откладывать столько. Так, 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 средства производства, квартирный вопрос, увлечение, увлечение, увлечение какое. Так, 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 все. Ну, и вот так бы, наверное, работал бы мой мозг. И пришел бы, наверное, к какому-нибудь, может быть, арту какому-нибудь. Может быть, к той же музыке. Какому-нибудь акционизму. Хер его знает. Да, я, возможно, вопрос некорректно задал, потому что вот, ну, мне именно было интересно, вот, финальные твои слова, то есть то, к чему бы ты пришел душой своей. Так это есть путь, в смысле? Я имею в виду, ты начал с фриланса как со способа заработать монеточку, и потом, ну, ушел, ты говоришь, что ты бы начал двигаться в сторону музыки. Потому что это самое важное, это вот, опять-таки, если сравнивать с магистралью и сторонними тропинками, вот ты едешь по магистрали, все хорошо, 8 полос, спокойненько, несешься уже 180. Нет, запрещено. Несешься 140. Тут оказывается, что за 10 километров там мост рухнул. Такой, еб твою мать. Ну, ладно, ищем объезд, ну, и поехал как бы другой стороной, там, через другой берег. Дим, да ебусь все-таки, не съемка и не музыка. Ну, фриланс. А, ну, в смысле, для того, чтобы... Вот кайфовое. А, кайфовое. Нет, вот то, что кайфовое, но не съемка и не музыка. Но я говорю акционизм. Акционизм. Акционизм и какой-нибудь арт художный. Я неплохо рисую, то есть, я со второго, по-моему, по четвертый, по пятый класс ходил к художнику. Да, да, да. У нас в деревне был художник. Причем у него отец какой-то дико крутой художник из Петербургской академии художников. То есть, у него там вот этот билет, все он показывал. И вот его сын спился. И однажды он не пришел. То есть, там через два года мы занимались акварелью, гуашью. Через два года он не пришел, потому что он умер. Спился. Что-то мне нравится рисовать. Я умею образы передавать объемные на плоской поверхности. Я бы рисовал. Я Геральдикой занимался на секундочку в этом. У нас однажды мы рисовали дизайн. Мы рисовали сайты, мы логотипы делали, айдентику всякую. И однажды пришел заказчик и говорит, хочу себе герб. А герб – это не как бы в щиточке образы. Герб – это определенная наука. Там у них свои штриховки. Там у них своих образов. И он говорит, у меня, значит, по отцовской линии адмирал Ушаков, а по материнской линии у меня Афродита. Да-да, античная, блядь, Афродита. И, понимаешь, и у Ушакова, не адмирал Ушаков, а тот Ушаков, который бастарь до Ушакова еще, князь, короче. И у него там свой образ, свое растение, свой дуб, если не ошибаюсь. Если бастард – это отломанная веточка. То есть, вот эти все приколы у Афродита, до сих пор помню, это яблоки и воробьи. И вот это вот все, короче, и так как герб золотой у Афродита, значит, штриховочка вот такая, вот такая. То есть, занимался вот такой историей. Я бы, наверное, занимался каким-то артом. Что-то бы расписывался. А так как я вот по улице бегаю, наверное, что-то аутдор рисовал бы. Может, с акрилом работал бы на каких-нибудь больших синтетических поверхностях. Вот этим бы занимался. По кайфу. Охренеть, я никогда не сращивал. У меня висит доска, как-то называем, маркерная доска. И Дима периодически приходит и что-нибудь там рисует. И однажды он там нарисовал целое полотно с инопланетянами, которые похищают кого-то. И еще такой, типа, нихуя себе, как так он взял просто и нарисовал. Я рисую иногда. Ну, круто, что благодаря этому видео не только вы узнаете Диму лучше, но и я, потому что о некоторых фактах я не знал. А что должно произойти сейчас, чтобы ты ушел из Ютуба полностью? То есть, при каких условиях, при каких обстоятельствах, при каких мыслях, я не знаю. Ну, он должен быть закрыт. Никакого другого варианта. Да, при текущем раскладе я уже пережил обиду на Ютуб. Я уже это пережил. Я пережил злость и обиду на Ютуб, когда он превратился вот в то, что он превратился сейчас. Я просто как бы живу и работаю на тех людей, кому интересно то, что я говорю. Не на 500 тысяч, да, на проходном ролике. 400, как было там до 18-го года, а на 100 тысяч. За этим можно жить. И финансово, и как бы это тебя и подбадривает, и так далее. Ну, и тут же у тебя опять-таки какой-нибудь подкаст выходит на 700-800 тысяч тоже. Другие цифры, но суть не поменялась вообще. Да, на заработки-то сказалось, но я как бы чувствую себя довольно свободно. Свободно и не удручен мыслями о деньгах. В том плане, что прям выживание-вживание, такого вообще нет. Почему тебе, Дима, обязательно быть ведущим, а не зрителем? Ну, ты же избрал вариант быть на сцене и транслировать людям. Я думаю, что мне есть чем поделиться. Ну, и плюс мне нравятся эксперименты. Вот сейчас у меня очередной вышел ролик с болота. Это абсолютно неформатная история для Ютуба. Борщевик и прочие. Такие немножко поехавшие форматы. И я вижу в этом некоторую художественную ценность. Просто многие люди... И я думаю, что я могу подтолкнуть своим примером людей. Некоторые, кстати, так делают. На стримах часто присылают ссылки на свою работу, чтобы посмотреть за деньги. И они, типа, скидывают свою работу. Они, говорят, смотрят у тебя с 13-го года. И потом ты видишь, что такое, типа, а, так я что-то подобное делаю. Такой, а, референс. Вот. Ну, и это прикольно, что ты своим примером что-то вдохновляешь. Просто многие боятся экспериментов. Очень многие боятся экспериментов, боятся критики и так далее. А если ты делаешь экспериментируешь, ты когда-нибудь к чему-нибудь допридешь. Спасибо. А ты давно в этом бизнесе. Как ты проводишь свободное время? То есть, как ты отдыхаешь, восстанавливаешь ресурс? Поправочка. Не учитывая путешествия. А, без путешествий? Ну, вот ты дома, да. То есть, ты в Петербурге. Ты отснял, ты отмонтировал, разобрался всеми хвостами. И вот у тебя свободный день. Что ты делаешь? Ну, я понимаю, что большая часть моего времени, если я делаю контент, занято контентом. То есть, я сижу дома. То есть, я мало двигаюсь. Я как-то люблю... Понимаете, я вырос в деревне. В 18 лет жил на просторах. На озерах, болотах, лесах. Мне вот эти коробки, я говорю не о квартирах, я говорю о проспектах, переулках и так далее. Она тоже немножко надоедает. Поэтому я стараюсь куда-то либо выехать на доске, либо на смокате умчать. Могу в парке позалипать где-то один. Могу, не знаю... Ну, если я чувствую, что я уже там свой ресурс по телодвижению на местности преодолел, я могу позалипать, в принципе, и без облома в Netflix какие-то документалки или прикольно-концептуальные сериалы, фильмы. Атака Титанов, всем рекомендую, очень глубокая тема. Вот. Что еще? Ну, я почитать люблю, но в последнее время я, наверное, читаю книги меньше. Я читаю больше статьи, какие-то научные работы, которые меньше. Все-таки клип восьмышления на... Так или иначе, все равно мне сказывается, которая захватила все массы. Что я еще делаю? Я стараюсь что-то адаптировать в своей квартире. Я сейчас переехал. То есть я всегда стараюсь оптимизировать свое пространство, чтобы мне было комфортно. Потому что комфорт – это то, с чего начинается твой день, то, где ты находишься. Ты сейчас начал говорить уже все-таки о каком-то поступательном движении в этом мире. Я имел в виду именно накопление ресурса. Я услышал это? Ну, то есть когда ты вот именно отдыхаешь. Но не считая путешествий. Не считая путешествий, да. Я этот вопрос задал, потому что я от тебя конкретно услышал сформулированную вот эту мысль про гиперреальность. И про то, что люди, ну, листая ленту… Да, они начинают формировать представление о том, что их жизнь – это вот это. Гиперреальность. Если ты хочешь об этом поговорить, это длинная тема, мы можем это сделать. За каким занятием ты можешь провести весь день вообще, забывая сколько времени? Ну, то есть с полной отдачей и с полным кайфом. Сильно от майнцета зависит. В какой-то день я могу монтировать часами. Да, набор, да, перечислили. Ну, у тебя же наверняка от майнцета, но это все равно. Да, сто процентов. Какие-то дни я могу, например, обустраивать студию. Просто я зашел в нее, ну, или квартиру, да, и все. У меня перфоратор, молоточек. Я хожу по ней, тут подделал, тут подделал. Хорошо, так, это будет полезно, это будет полезно. Это, скорее всего, вот такое состояние, оно приходит после тяжелого какого-то интеллектуального процесса, да, ты монтируешь там или пишешь сценарий там целый день, ты накидываешь строчки, вырезаешь там, что-то еще, да. То есть целый день ты монтировал, либо целый день ты там работал над песней, либо целый день там над битом что-то делал, что-то пытался мастерить, учился чему-то. Потом, например, у тебя идет разгрузка, ты уезжаешь куда-то, либо потом ты, не знаю, на доске гоняешь по городу, либо вот идешь на студию. То есть такая работа, которая задействует больше это, ну, другие центры мозга, даешь разгрузиться. Какой-то день я могу, когда буду чувствовать полное опустошение и выгорание, я с этим не борюсь, типа, знаешь, из разряда «А, я должен, нет, доска, срочно, надо-надоску что-то написать, нет, так, нет, стикеры в телефон, нет». Если я понял, что я выгорел полностью, то я должен настояться как хороший борщ, хороший рагу. Я могу просто смотреть сезоны, сериалы, ну, естественно, каких-то замечательных, которые мои подписчики Иван Лавки мне советуют. Ну, вот Атаку Титанов смотрел весь вот этот уикенд. Все, я все досмотрел. Сейчас я буду читать мангу, это безумие. Мне кажется, что эта мысль очень важна. Я даже сакцентирую внимание, потому что, ну, многие ребята, как я говорил в начале ролика, смотрят, ну, блогеров, ютуберов и думают, что, ну, ебать они продуктивные, типа, ну, вот Дима точно не лежит дома, не залипает и, ну, никак не отдыхает. Real talk. Пожалуйста, человеку нужна зарядка. Если ты чувствуешь, что ты устал, если у тебя нет ресурса, ты не можешь приступить к задаче, отдохни. Ты, ну, батарейки, батарейки, она разрядилась, ее нужно зарядить. Но отдых тоже должен быть правильный. То есть, если ты решил в контент залипать, то давай-ка ты сделай так, чтобы это было тебе полезно, чтобы ты эмоцию словил нужную, чтобы ты немножко мозги там под напряг хоть немножко, где-то какую-то мысль новую словил и так далее. Надо, надо перезагружаться. Скажи мне, пожалуйста, Дима, успел ли ты совершить поступок, которым ты гордишься? Или еще нет? Гордость. Часто с гордыней, понимаешь? Это очень тонкая грань, поэтому я не могу сказать. Ну, не придирайся к формулировке. Ну, что значит горд, горд ли ты чем-то? Ну, мне нравятся некоторые вещи, которые я совершал. Некоторые действия, которые я совершал. Мне нравится, что люди на улице зачастую подходят и говорят спасибо. Я их не знаю. Я говорю, от души. Может, правда от души? Типа, они не просят фотографии некоторые. Просто спасибо. Это очень странно. Это психологично, как будто, знаешь, когда тебя пытаются свести с ума, короче, и такой пранк безумный. И к тебе подходят люди, и ты проходишь по пути мимо из них, они говорят, проснись, проснись, проснись. Может, я если не сплю, что-то поварю. Я ценю вот это, что происходит. Наверняка это что-то для кого-то значит. То есть, ты гордишься некоторым позитивным влиянием на ряд людей? Ну, на реальность, наверное, в целом. Потому что я не ограничиваюсь радостью только тем, что вот, люди подходят из-за моих мыслей на Ютубе. Нет. Когда выключена камера, я тоже, наверное, что-то хорошее делал. Полезное. Социально. Помогал. Окей. Что самое хорошее? Я не знаю, как задать вопрос, чтобы не было до йога до формулировки, что самое хорошее ты в жизни делал. Ну, вот, если что, степень оценки хорошей. Я не могу оценить, понимаешь? Я в целом быть, типа, должен хорошим человеком. Я, ну, если я выделю что-то одно, окажется, что что-то другое менее и так далее. А перечислять вот как бы свои регалии, это... А что такое хороший человек, по-твоему? Который живет в балансе с собой, в согласии с своей башкой, зная, что он никому ничего плохого не сделал. И вот не перешел как бы никому дорогу в той степени, что ему стало настолько плохо, что ему тяжело жить. Я нарушил чужие границы, получается. Почему? Ну, не перешел дорогу, как бы иначе это можно назвать не нарушал. Ну, да, как говорится, типа, твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. В этом есть очередная трактовка золотого правила. Оно просто. И то, что вам в детстве это говорили, делай другому то, что... Это настолько глубокая философская, блядь, мысль, что осмыслить ее в детстве совершенно невозможно. Ее можно просто как бы вбить голову ребенку, но осмыслить ее человек может позже. Вот и все. Спасибо. Что, Дима, самое интересное в жизни для тебя? Путешествия по чертурам разума, по территориям, по местности, по кадру и по волне. Я тебе потом после записи расскажу, как я преисполнился на улице, когда я вдруг почувствовал все человечество, как бы, братьями и сестрами нашу планету, не какой-то фрагментированной штукой, где где-то что-то происходит, а что мы действительно на одном большом шаре все живем. Так это достаточно, типа... Это так есть, это так есть. Просто инсайт, когда происходит, когда ты это не думаешь об этом, а когда ты это резко прочувствовал, я шел просто по-невскому и такой, ебать. Да, это из разряда «живи с этим». Все, и ты понял. Не то, что типа «О, ничего себе, это вот так и забыл». И дальше, типа, делаешь какую-то херню там или еще что-то и забываешь. Как с белками, знаешь, типа, вот белка в Карелии и белка в Архангельской области. Ты видишь белку, о, белка, я ее уже видел, блядь, в Архангельской области. Нет, она жила на другой территории, на тысячи километров, она, типа, может быть, чуть другого вида. А потом ты видишь белку под Анапой в Можжевеловом лесу, тоже белка, 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 белка. Нет, это вот, это белка, это вид, это типа, ну, вот вид там и так далее, это нечто целостное, понимаешь. Вот. Блин, охуенный пример с белками, я никогда вот с этой стороны не мыслил. Спасибо. Раз мы коснулись темы людей, давай все-таки перейдем на какую-то светлую сторону. Каким людям ты тянешься? Вот, опиши их, я не знаю, их личности, не знаю, или, ну, что тебе важно. Ну, это открытые должны быть люди, это должны быть люди, которым, скажем так, не сразу, но в перспективе можно доверять. Потому что открытости, те, кому доверять, это немножко разные вещи, ну и плюс интересные, с кем можно обстреливаться опытом, от кого можно получать эти импульсы, опыты, это типа очень важно. Ну и, ну, какие еще? Человек не должен быть жадным, человек не должен быть, скажем так, корыстным. Правильно корыстным говорить? Да вроде бы. Да еще, наверное, это качество, просто так сходу не скажешь, что типа трех хватит тебе. А бывало, что ошибался в людях? Конечно, очень жестко. Можешь какой-нибудь короткий, я не знаю. Не хотел бы. Не хотел бы, окей. Очень неприятная ситуация. Какие люди тебя бесят? Ну, бесят, которых ты пытаешься максимально избежать? Ну, не максимально избежать? Прошло то время, когда меня что-то бесило. Я сейчас отношусь с нисхождением скорее к людям, которые, ну, вот знаешь, типа быть туповатым – это нормально. Быть туповатым – это нормально, мы все разные, это прекрасно. Может, он в другом в чем-то замечательно. Может быть, он, ну, не знаю, там, какую-то другую функцию, ну, всем исполняем функции, всем у людей функции, исполняет классно, но когда люди туповатые и при том необучаемые даже скорее, необучаемые, они пытаются орать на тебя, что ты не прав, не разобравшись в вопросе. Мне не нравится вопиющая тупость. Если ты не разбираешься, если ты не понимаешь… Активная, получается, обопиющая тупость. Да, да. Когда ты ее еще… Абсолютно. Вот и все. Ты говорил о том, что ты сейчас перестал, тебя перестало что-либо бесить. У меня там в целом вопрос дальше шел. Я преисполнился. Вопрос вот в чем. Ты в 20 лет и ты сейчас основные, ну, я не буду просить там один, два, три, вот сколько назовешь, основные видоизменения тебя как человека, то есть, что в тебе вот от 20 до 30 поменялось прям, ну, заметно. Я бесился. Более того, наверное, бесился до… Нельзя, наверное, бешенством назвать то, что я был на экстремумах в Ларин-шоу, потому что это изменилось позже, это изменилось в 18-м году. Сейчас прожую. Ну, Ларин против, я просто объясню, и кто не знает, Ларин против, я снимал обычно в сцене, когда ты такой прям накрученный, типа ты мысль подаешь свою, вот именно ту, которую ты придумал, но ты все равно взвинченный немножко. И это казалось кому-то как бешенство, но это не было бешенством, это скорее такой, типа, около праведный гнев, вот. И мне сейчас стало уже по боку совершенно. И в моем коде это часто отсутствует сейчас. Поэтому, да тогда, наверное, и не было в 20 лет, это там в другом возрасте появилось. Что еще? Ну, да, наверное, стал более взвешенным, более рассудительным точно стал, ну, более эрудированным, естественно, если говорить об этом, ну, все-таки какое-то количество книг я там прочел, с каким-то количеством умных людей я там поговорил в своей жизни, чему я дико благодарен. Я благодарен Ютубу отчасти вот за это, у меня в песне поется Ютуб, спасибо, но я углубился тут. Я благодарен Ютубу за то, что он свел меня с уникальнейшими людьми. Уникальнейшими, типа, тут же Глебыч, типа, это безумие. То есть, если бы не было такой площадки, наверное, не было бы возможности пообщаться, типа. Прекол высшего образования, ведь в чем? Не столько в твоем знании, а в том, что ты столкнешься с огромным количеством умных людей, которые на порядок тебя выше, которые преемственность поколений, но ты понял, типа, вот. И вот Ютуб также мне с этим помог, поэтому, ну, стал, наверное, эрудирование, и потом, что? Я путь вижу. Путь видишь? Да. Какая у тебя мечта? У самурая нет цели. Цели, да. У самурая есть путь. Можешь описать этот путь? А, как сложно. Это мне самому интересно, потому что я не вижу ни своего пути, ни своей цели. Потому что ты в состоянии, в котором я был в 20 лет, понимаешь? В 22. Я только с фрилансом, типа, устаканился, у меня стало все хорошо. Я бросил этот путь. Путь, который мне приносил хорошие деньги. Как у тебя с баром, помнишь? Да. Ну, у меня уже были делегированы некоторые задачи на Европу, то есть, у меня дизайн рисовали там в Польше, чуваки. И все было хорошо. Я такой, в YouTube. И все, типа, что, как дальше? Ты, так что ты-то, ты вначале нового пути, понимаешь? Будет ли он... Бля, грустно. Будет ли он успешным? Ты хотел сказать. Нет, я не это хотел сказать. Будет ли он именно этим? Это еще ничего не значит, потому что, как бы, это как дорожки в лесу, понимаешь? Со своротками. Вот у тебя был этот, это, этот. Где-то подсвернул, где-то туда, где-то туда. Потом нашел магистраль, блядь, и уже неважно, сколько дорожек, типа, слева-справа, ты с каждого из них можешь что-то поджирать. Это, ну, я не знаю, я метафорически пытался передать, но я не пытаюсь полностью разжевать эту историю, потому что, ну, затянется на несколько часов. Потом, потом, судим. По съемке. Ну, учитывая вот эти твои метаморфозы с 20 до 30 лет, и ты говоришь, что тебя перестало что-либо бесить, когда ты последний раз конфликтовал не в медиапространстве, а вживую, это, ну, хоть продавец в магазине, хоть кто угодно, то есть, когда ты вышел с человеком прям на конфликт? Тот же человек, с которым я ругался из твоего вопроса ранее, ну, я вышел на конфликт, сейчас я его заморозил, но, типа, я бы не сказал, что я выйду на тормозах, это все спустил, но всему свое время. Типа, если кто-то из блогеров топовых меня смотрит, даже, блядь, не думайте, что это к кому-то из вас относится. Это оффлайн чел. До этого, ну, как я законфликтовал на улице, на местности. Так где угодно. Ну, драка была. Главное, так. Чего ты удивляешься, как будто ты не знаешь, что я дрался несколько раз на улице. Какая именно, когда ты со сломанной рукой это делал? Нет, когда я сломал руку себе, ну, была ситуация, мужчина, если его можно так назвать, избил женщину на улице, она лежала, пьяная, побитая, она цеплялась за ручки двери автомобилей проезжающих, она прямо вот лежала, по-моему, где-то на Марата, то есть, ну, полное безумие, короче, Питер, суббота, шум, вот эта вот женщина валяется, ну, девица, короче, пьяная. Ну, и, соответственно, я не мог к ним подойти, я подхожу, говорю, что с вами не так, и вижу боковым зрением, что на меня бежит. Ну, я делаю вид, что, типа, всё нормально, он летит прямо на меня в скорости, я хоп, шаг назад, и, короче, он пролетает, и я понимаю, что у меня, типа, какая-то, ну, возможность для манёвра, у меня в руках, мне очень повезло, стабилизатор, ну, и, упуская подробности, я разбил ему нос в нескольких местах стабилизатором, но ничем не жалею, потому что агрессором был он. Да. Вот. Когда ты, Дима, последний раз извинялся? Ну, искренне, то есть, когда ты действительно, ну, что-то, что-то сделал не очень, ты это осознал и извинялся перед человеком? Ну, перед Ксюшей, наверное, ну, когда я, может быть, повел себя некорректно, там, грубо, может быть, ну, перед кем-то из друзей, из, скорее всего, своей безалаберности и невнимательности, у меня СДВ, СДВГ, я как-то с этим работаю, ну, я мог что-то забыть, куда-то не прийти, но чаще всего я стараюсь этого придерживаться, такое редко, я достаточно исполнитель в последнее время. Всё. Как думаешь, чем ты можешь не нравиться людям? Хочется процитировать классика, холи ты всё умничаешь, сука, ты чё, пидор, понимаешь? Обидно сейчас было. Не, это Оксимирон, короче. Ага. Да. Меня часто вменяют, что я, типа, какой-то псевдоинтеллектуал или интеллектуал. Я ни разу не говорил, что я интеллектуал. Я ни разу ничего подобного не сказал. Они почему-то все считают меня особо умным. Я просто говорю так, как работают... Вот эти мыслеформы в моей голове, связанные с речевым аппаратом, мы мыслим всё равно каким-то... Ну, то есть, нашим вокабуларом мы мыслим. Вот я сейчас сказал вокабулар, ты чё умничаешь? Я подаю просто так, как она есть. И я чё, должен как бы самоцензурироваться, упрощать свои мысли. Я же не рэп пишу. Вот, поэтому... Вот это первое, наверное, да? Типа то, что я умничаю. Наверное, то, что я темы какие-то поднимаю там, да? А чё ещё не нравится? Кому-то мне не нравится, что я картавлю. Вот, да, есть такие. А это внешнее проявление. Кому-то мне нравится, что я изменил стилю. Ну, то есть, меня не было татуировано. Я не про подписчиков, я про людей. И начал обраться. Хорошо, хорошо. Прости. Оставьте это, оставьте это обязательно. Я про оффлайн общение. То есть, ты знаком... Ну, ты общаешься с человеком. Вот чем ты вживую, который на тебя не подписан, который не фанатеет по тебе, чем ты, как ты думаешь, или как ты знаешь, может быть, чем ты можешь не понравиться? Ну, вот, ну, умничаю, не знаю. Это можно списать, например, если я где-то в Питере, а тут вообще нет таких проблем. Тут все так говорят, собственно. Ну, в центре особенно, поэтому слово «экзистенция» никто не удивится. Ну, в Москве просто спишут на то, что да, он с Питера как бы это. Они все такие припизнутые, короче. Вот. А касательно людей на улице, это где, в Питере или вообще в принципе? В целом. Да не знаю, но кого я обещу. Но если человек знает, вот тут уже вилка, знает, что я блогер или не знает, что я блогер? Ну, скорее не знает. Ну, если не знает, то я всегда стараюсь быть учтивым, ну, пытаться понять, что за человек, что он вообще хочет и вот что он из себя представляет. Потому что в общении важно понять, кто перед тобой стоит. Ну, и не лезть со своим мнением. То есть, не с мнением, а с советами. Типа делиться мнением прекрасно. Это ты сделал не так, тебе надо было по-другому. Зачем так? Типа, ну, я такого не делаю. Я стараюсь придерживаться золотого правила. Понимаешь? Типа, мы все равны. Равны. Не делай человеку другому так, чтобы ему было, ну, грубо говоря, некомфортно вот в этом случае, в этом проявлении этого правила. Я спрашивал, совершил ли ты поступок, которым ты гордишься. Сейчас вопрос, есть ли поступок, за который тебе стыдно? Да. Ты можешь рассказать? Конечно. Однажды я за девушку не вступился. По-моему, ее пиздили. По-моему, очень сильно. Мне было 17 лет. Я только переехал в Архангельск, большой город. Я до 17 лет жил в деревне. Я пошел за пивом. Я пил тогда. Я пошел за пивом. Ночь. Общак, ларек, одинокий. Никого нет. Я беру бухло. И там чел мутузил женщину. Вот так же, как в той истории, когда я рассказывал, скорее всего, случилась бы какая-то хуйня. Но я думаю, там не случилось бы какого-то там чего-то жесткого изнасилования. Сейчас так, блядь, на ту ситуацию, потому что это все-таки было там под фонарем. Там редакция «Правда Севера». Привет, Северодвинская улица, города Архангельска. Общаги АГТУ. Или как вы там называете сейчас, САФУ. Вот. И, собственно, я не вступился, хотя сейчас, осознавая ситуацию, первое, что бы я сделал, я бы просто посмотрел в округе и нашел первый же лежащий рядом кирпич и просто пошел с криками на человека. Я тогда дал слабидной и был пьяный. Я, возможно, был пьяный не меньше, чем он. Вот. И что-то произошло. Но с утра вроде как в сводках ничего не было, просто произошел некоторый, что называется, абьюз. Харассмент. Пиздец. Мне, да, очень сложно за ту историю. Возможно, я это всю жизнь буду искупать. Я не знаю. У меня похожая история тоже, за которую, ну, в наибольшей степени стыда у меня, я за друга не вступился. Как я сказал, да. По парку шли. Да. Ну, ладно, давайте следующий вопрос. Как думаешь, что в тебе цепляет людей, которые с тобой знакомятся? Опять же, оговоримся, что они не смотрят твой канал, не являются твоими подписчиками? Я стараюсь находить общий язык с людьми достаточно быстро. Вот. И давать человеку говорить, слушать. Все, самое главное. Подтверждать. Поддерживать. Потому что, если ты раскрываешь человека, если он много говорит, ты сто процентов выцепишь что-то новое для себя. Хотя бы поэтому. Ну, во-вторых, человеку приятно, что ты взаимодействуешь на уровне, и это все. Это классно. Это классно. И приятно, когда ты встречаешь людей, которые также к тебе относятся. Это вот такие люди. Типа открытые. Открытость, это не значит, что ты тут всем вот так, привет, а ты здесь, а тут вот так было, а тут вот здесь, а еще вот, а вот нет. Открытость, это быть готовым принять разные точки зрения, посмотреть на мир с разных точек зрения, поговорить, почему так, почему где, почему как. И, собственно, получается интересная беседа всегда. полностью подтверждаю слова, я диву давался, когда мы были, опять же, в лесу, и, ну, там был широкий круг людей, там, с которыми мы, так или иначе, нам приходилось коммуницировать, и Дима был главным дипломатом из всех, ну, серьезно, Дима как-то очень быстро... возьмите меня в МИД. Ой-ой-ой, ой-ой, не-не-не, не-не. Так, мы много коснулись других людей, и, ну, твоего отношения к тем или иным проявлениям. Три момента в себе, которые ты бы хотел исправить, доработать, убрать. Конечно, вопрос больше ориентирован на личность, но это может быть что-то внешнее, я не знаю, ну, у всех свои загоны. Ну, ну, если брать и внешку, и внутреннее, да, ну, внешку, я бы хотел со спиной со своей уже поработать, у меня осанка из-за лыж кривая, вот, и в 30, это чуваки, если вы, как бы, молоды, задумайтесь, спина, это, типа, самое важное, что есть, она влияет на внутренние органы, на все, и на ваше состояние, и на подачу крови головного мозга это пиздецки важно, вот, ну, я работаю над этим, я сейчас лучше, у меня осанка поровнее стала, если говорить о внутреннем, я бы хотел избавиться от, естественно, чего-то, ну, как бы, не избавиться, потому что от этого, скорее всего, не избавиться, это СДВ, СДВГ, ну, синдром рассеянного внимания, типа, гиперактивность некоторая, то есть, я научился с годами, естественно, с этим работать, я искусственно, многие сейчас, кстати, зумеры, это, ну, естественно, у вас, да, тут посмотрел, там стоял клиповое мышление, все еще усиливает соцсетями, которые сводят нас с ума, во благо финансовой выгоды, вот, а должно быть по-другому, на самом деле, но это тема другого ролика, то есть, уже входить в поток какой-то деятельный, более целенаправленно, и чаще, получается лучше, как бы, там, с контент-планом работаю, с тайм-менеджментом, в принципе, как какие-то схемы сознания строить, да, то есть, майнцетом работать, чтобы это все длилось не коротко, там, вот сейчас я захотел поколотить студию, тук-тук-тук-тук-тук-тук, поделать, а сейчас я захотел посводить музыку, тук-тук-тук-тук-тук, а сейчас я захотел поснимать, и в итоге ты делаешь все, и ничего, вот, ну, и третье, что, наверное, из внутреннего, ну, я бы как-то, как-то, знаешь, я бы как-то память свою, наверное, качнул, научился каким-нибудь мнемоническим методам, чтобы лучше работать с памятью, это же все, ну, мы же как это, люди не очень любят это признавать, но мы же все равно животные, мы все равно поддаемся дрессуру, дрессуре, вот, поэтому, ну, как-то вот подправить себя еще немножко в плане запоминания, все, три топа. Забавно, у меня зеркально, ну, у тебя СДВГ, у меня УКР, я бы хотел УКР проработать, потому что я наоборот, то есть, если ты быстро вступаешь в какое-то дело, ну, ты это знаешь, я наоборот, из-за УКР, мне, чтобы приступить к какому-то делу, мне пиздец, надо как все продумать, проработать, и, ну, память плюс, с памятью, вообще что-то стало. Что-то с памятью моей стало. Вот так вот. Тогда следующий вопрос, что в себе, ты бы, ну, не менял три момента, которые ты не хотел бы там растерять, скажем так, с годами? Мне нравится ассоциативное безумие, которым я занимаюсь, у меня мозг работает так, то есть, возможно, у меня и лоб-то большой, да, типа, и вот эти надбровные дуги, потому что здесь находятся лобные доли головного мозга, и там сосредоточено большое количество ассоциативных центров, то есть, так работают, поэтому я очень много могу строить ассоциаций, но чаще всего они, ну, как бы бессмысленные, знаешь, типа, это креатив ради креатива, который, как это называется, это называется несубъективный, да, субъективный креатив и объективный креатив, то есть, это субъективный креатив, то есть, это креатив, ну, знаете, как у каких-нибудь наркоманов, нет, то есть я накидываю, я научился с этим работать, то есть накидываю, например, там 40 тезисов, либо 40 рифм, либо 40 идей для ролика, и, например, там с утра я просыпаюсь, и уже более как бы адекватный, ну, дать идее пожить, скажем так, и как бы 80% даже, если из этого уйдет в мусор, это прекрасно, потому что 20% как бы пятая часть 40, это 8 чего-то, да, вот, соответственно с этим работать, то есть мне нравится такая особенность моего мозга, если говорить про внешнее, ну, мне нравится то, что мне дал опыт лыжных гонок, ну, я по разряду катался раньше в школе, вот, и у меня очень массивные ноги, ну, и не очень массивная как бы верхняя часть, ну, хотя там подтягиваюсь раз 15, немного, хотел бы больше, но ноги позволяют мне крепко стоять на ногах, и как бы я нормально хожу, я могу пройти, скажем там, вот в Стамбуле, ты знаешь, какой вот, да, это ландшафт в Стамбуле, я там походил по 25 километров в день, чувак, 25 килосов, вот, то есть вот эта часть моего тела мне очень полезна, она может быть не очень эстетична, да, как бы, потому что сейчас же все такие, типа это, ну, хотя бы где позитив сейчас приходит, и, может быть, люди кенгуру, и люди, кентавры, они тоже, мы можем, вот, ходить, стоять крепко на ногах. Что еще мне нравится? Ну, получается, два я это назвал, а третье, ну, то, что я не лосею, еще 33 года я не лосею. А можно что-нибудь про личность? А, про личность? Да-да-да, это интереснее уже. Ну, окей. А, я отпускать умею очень легко. Это да. Ну, ты знаешь, да? Да, типа, блин, сейчас был смешной случай, мы когда были на море, у Димы, человек, который с нами тусил, он уронил электрошипелку в море. Мое единственное, ты в лесу, вокруг ни одной электрошипелки в радиусе 10 километров. Я расстроился больше, чем Дима, типа, я начал переживать, думать, как ее достать, а Дима просто сидел такой, ну, ладно, что, потом что-то придумай, я не понимаю, как это. Это нормально, чуваки, учитесь отпускать мой совет, короче, если это драматично, но не трагично, то в принципе не страшно. То есть, это ничего не изменит, понимаешь? То есть, то, что я, например, блядь, моя шипелка улетела, типа, как я без нее, типа, нет. Я такой, ну что ж, до Новороссийска 40 километров, в принципе, скатаемся, обновим картиночку, так, нормально, хорошо, все, ладно. А как ты к этому пришел? Да просто, ну, наитивно. Просто конъективными усилиями? Наитивно, не, я не раскладывал это, я-то наитивно. Потому что чаще всего отпускают, и ничего особо не теряешь, а эмоции, они сильно деструктивны. То есть, если ты, например, с каким-то человеком близким посрался очень сильно, такое вы можете заметить сами, да, то ни о каком креативе говорить в ближайшие там часы, по крайней мере у меня, наверное, не стоит. Я ничего не сделаю. Просто надо что-то отпустить, какой-то процесс, который тебя разъебывает, даже если это деньги. Надо осмыслять на несколько шагов вперед. Поэтому я берегу свой майндсет, я не люблю, когда у меня мозги разъебаны, я не люблю долго входить в состояние нужного потока. Я просто вот, типа, отпускаю. Да, я умею отпускать. Спасибо, что спросил, хороший вопрос. Спасибо. Не знаю, войдет это или нет. Я бы хотел еще выдать предостережение такое, потому что то, о чем ты говоришь, ну, некоторое дистанцирование, оно может проявляться как позитивное и полезное, если уйти в теорию немного. Это в психологии называется копинг-стратегия. Это осознанный подход к проблеме. То есть ты оцениваешь риски, оцениваешь ущерб и понимаешь, что расстраиваться не надо. Но есть еще психологическая защита. Я не вспомню сейчас название, но суть ее в том же. То есть человек игнорирует проблему. И вот это опасно. Это опасно. Ребятки, оценивайте произошедшее. Ну, я вот страдаю. Ты помнишь, когда я понимал, что мне нужно проверить, что у меня со штрафами. Да. И в итоге я это откладывал и в итоге узнал про штрафы. И теперь-то я тоже дистанцировался от этого. Я просто как бы жду и как будто бы не помню о том, что у меня не взяли. Да, но ты у меня не в том плане, как ты описал, это правда, типа, нельзя. Все будет хорошо, ничего страшного. Нет, типа, хоп-хоп-хоп. И, по-моему, мы на следующий или через два дня уехали. В российский у меня была новая шипелка. Я так говорю, о, классно, новая шипелка. Поэтому, да, естественно, риски оценивать всегда надо. Это сто процентов. Не надо быть, типа, таким, все хорошо. Меня обокрали, все хорошо. Чего ты, Дима, боишься в этой жизни? На каких уровнях? На любых. Ну, я боюсь, что с родными станется плохо. Ну, это, естественно, по-моему, вшитое в нас во всех, типа, альтруистическая особенность. Боюсь что-то не успеть реализовать, что, типа, дальше будет на пути. Ну, я говорил, что я вижу же путь. Дальше. Путь подкидывает всегда разные челленджи, как бы. То есть, ты его придерживаешься, и они все интереснее и интереснее. Если ты придерживаешься пути, но он подкидывает, типа, такие же челленджи или более мелкие и неинтересные, значит, это путь у тебя такой, короче. Ямы начинаются на дороге. Вот. Наверное, боюсь. Сколопендры. Чувак. Сколопендры боюсь. Я тоже. Я отдал платку Сколопендры, когда она заползла ко мне ночью. И, по-моему, это... Ну, там долгая история, когда Сколопендры умирают, она, возможно, умерла. Сбегают Сколопендры со всего района и начинают Сколопендрии войны. За территорию, да? Да. Вот. Медведей не боюсь. Идешь, позвякиваешь кружкой по лесу. Они слышат. Там человек приходит. Да, отгоняет. Конечно. Пользуйтесь. Всегда, всегда, когда я заходишь в лес, особенно в новые какие-то районы, кружечку, котелок, ножичком так. Мне не нравятся эти звуки. Вот. Че еще? Че еще боюсь? Да все, в принципе. Может быть, что-то, ну... Сколько я назвал? Три? Четыре? Ну, Сколопендра... Мне насекомые... Даже не боюсь я на ее, да? Это такой технический. Они, да, некоторые насекомые. Вот я зверя вообще никого не боюсь. Насекомые. Некоторые неприятные. Но я их не убиваю, потому что это тоже жизнь. Вот. В себе, в себе, в себе. Че еще-то? С пути сойти, наверное. Ну, просто забить, залипнуть в потреблялова. Смотри. Вот, ну, странно задавать тебе этот вопрос. Представь, что у тебя есть возможность попробовать донести какую-то мысль до всех людей на этой планете. Попробуй донести. Не курите спайс. Спасибо. Что это за мысль была бы? Нихуя себе это сформулировать сейчас. Ну, найдите свой путь. Найдите своих и успокойтесь, ребят. Делайте, что делайте. И будьте, что будет. Может быть, клишировано сейчас накидываем. Просто охватить все невозможно. Все, цените себя, цените свое тело, цените свой разум. Не засоряйте себя. Ну, и вы как бы о других думаете. Мы одно целое. Все. Кратко. Спасибо, Дима, что пришел. Это был анпакинг Ларина. Я приличный Виктор. Дмитрий Ларин. Подписывайтесь на канал. Ссылки в описании. Оставайтесь хорошими людьми. И не курите спайс. Пока. Пока.